Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал о Турции. В Турции. Меня зовут Настя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодняшнее видео будет посвящено совершенно другому городу. Меня пригласили, при этом счастье, вместе присоединиться к девочкам, которые едут в йога-тур в Эски-Шахира, город, в котором находится водитель. Мы прикладываем сразу кафе. Значит, как туда добираться, например, из Стамбула мы садимся на поезд. Со станции Мармара-Пастанжи и прямо до Эски-Шахира. Занимает 3 часа, 160 лир стоит поезд. Вот я сейчас приехала с Геостепе на Пастанжи, перехожу по мосту. И есть отдельная тут остановочка для поездов. Так что этот влог будет посвящен новому городу. Смотрите, может быть, вам понравится, туда тоже съездите. Я раньше об этом городе мало вообще что знала. Просто что есть такой, многие называют его студенческим. Меньше миллиона населения города, больше студентов, татары, курды, турки просто. Находится город на реке. Это все, что я знаю. Будем узнавать вместе. Значит так, мы добрались до города Эски-Шахир. Сейчас мы заселяемся в отель. Такси 60 лир от вокзала до самого отеля. Отель называется Тасибо, Тасиго. Я сюда напишу. И я вам сейчас покажу единственный спа-отель, который есть на территории. Лобби потрясающее. Я так и понимаю, что спа, который торчит в Робаме. Хорошо. Сам отель находится на вершине города, поэтому можно посмотреть на весь город, как на ладони буквально. Здесь на классно я потом покажу. Здесь все, что в отеле вообще можно посмотреть. Здесь у нас будет практика йоги, это уже какой будет вид. А так вообще смотрится. Вот так. Очень красиво. Хорошее впечатление можно создать о городе, как минимум, когда ты заселяешь в красивое место, ты наблюдаешь. И уже совершенно будет по-другому у меня ассоциации с городом. Поэтому очень важно выбирать хороший отель. За это нам, нашей команде, которая это все делала, организация. Огромное спасибо. Мой чмодах. Здесь опять вход к нам к хамаму. Коридорчик и номера. Все смотрится красивенько. Дают карточку с ключом. И сзади пород прописывают от Wi-Fi. Вот так выглядит номер. Туалет, ванна. Очень даже красиво. И здесь у нас... Там у нас вид красивый. Одна из зонов женская, где можно отдыхать. И там у нас находятся два хамама. Русская баня и турецкий вариант. Водичку попить. Дальше показывать не смогу, потому что там уже будут люди. Душ попринимать. Людик лицо может туда пустить. И два варианта. Бань. Первая. И второй вариант. Уже с сухим воздухом. Вот так. А дальше есть отдельная часть для массажей, а также бассейн с термальной водой. Вот так. А то здесь позиционируют как спа. На входе всем выдают шапочки. Класса. Значит так. На внешний вид мы не обращаем внимания. У нас были всякие эти водные процедуры и так далее. Сейчас на всех собирают. И у нас будет йога. Первое занятие для всех одинаковое. Начинающих и которые продолжающие. Вот. Тоже покажу вам кусочек. Вот опять же человечек, кстати. Обратите внимание. Что я могу сказать после первого дня пребывания в городе? Конечно, это интересно для того, чтобы вообще приехать в город и посмотреть. И плюс совместить это с какой-то физической активностью. Это просто потрясающе. Для первого дня еще был как выбор после йоги пойти либо повторно в спа, либо выбраться в город, либо просто отдохнуть и пойти на ужин. Я выбрала последний вариант, потому что я действительно была уставшая. Дорога как минимум занимает 3 часа, потом спа, потом йога, очень много активности. Поэтому для меня лучшим вариантом было это просто сходить на ужин и вот вкусно покушать и отдохнуть. Кстати, по поводу отеля сразу скажу, по поводу кухни. Она не совсем турецкая, больше на европенизированный вообще какой-то вид. На европейцев, на иностранцев. Какой-то больший уклон, потому что мало вот именно представлено турецкой кухни. И даже как это среди нас была девушка с мужем, и он турок. И он сказал, это вообще не турецкий чай ни разу как бы. Ну, понимаете, да? Цены. Она чуть выше среднего для маленького города, я бы сказала. Хотя не кусаются. Заказали сырную тарелку. Я сюда подпишу видео, как выглядела сырная тарелка. Но это как бы на четверых вообще не о чем. Ну, ладно, как это сказала одна девушка, если ты бросаешь один кусочек сыра, то и просишь 10, по вкусу все одно и то же будет. Вот. И завтра у нас подъем рано. В 8.15 у нас заново йога. Потом идет завтрак. Ну, а что будет далее, я уже вам покажу. Вот такой первый день. И так красиво, кстати, светятся термальные, получается, крыши во внутреннем дворике отеля. Доброй ночи. А завтра будет второй день. Самостоятельный кофе и туман. А еще, как оказалось, это не просто зеркало, а телевизор. Здесь можно включать просто музыку. Разные каналы здесь огромные, их множится. Либо посмотреть информацию об отеле. То есть никакой кнопки нету. Сразу пультом щелкать и появляется вместо зеркала вот такая опция. А теперь давайте придем к завтраку. Завтрак здесь до 10 часов утра. Что странно, потому что вообще у турков это как бы необычно. Чаще всего они намного приходят позже. Но здесь в 10 часов начинают уже убирать потихоньку еду. Выпечка быстро пропадает. Так что лучше приходить пораньше. Что здесь есть? А есть здесь практически все. Разные выпечки, соки, йогурты, фрукты, яичницы, сосиски, сыры, фрукты какие-то, халва, какие-то тортики, мюсли, каши, яичницы разных вариантов. То есть в плане завтрака здесь действительно большое разнообразие. Есть что выбрать. А есть и сухофрукты, как вы видите. Неграничное количество. Бери сколько хочешь. Хоть 10 раз ходи. Отдельно можно еще заказывать, например, какие-то, например, вам не нравится, вот какая здесь представлена яичница, вы можете заказать глазунью и так далее. Конечно, уже на момент записывания видео здесь многие поразбирали. Я попробовала какие-то блюда, естественно, будут невкусные. А что-то прямо суперплюс чай-кофе. Доброе утро. День номер два. Проснулись мы сегодня с туманом за окном. Хотели бы сделать фотографии красивые на... На рассвете, но не получилось, так сказать. Потом у нас в 8 часов была йога. В 8 часов, где-то до полдесятого. И потом мы пришли на завтрак. Когда я так пролежно еще показываю, как вообще все вокруг тут выглядит. И у нас сейчас 2 часа будет отдыха, и потом мы собираемся в город. Потом я уже начну показывать вам сам город Эскешахир. Вот мы собрались все группы уже посмотреть город. Такси от любой точки. То есть мы ехали от вокзала и от старого города. До отеля стоит 60 лир. Спускаться проще пешком. Не использовать такси, потому что идти где-то минут 20 максимум. Приходим в старый город. Сейчас туристов особо нет. Не туристический сезон. Огромное количество лавочек, в которых можно купить разные украшения. Включены такие интересные бутылочки стеклянные. Магниты. Просто какие-то браслетики. Обычные кружки. То есть действительно вариантов очень много. А вот эти вот кружечки я читала, что просто решили делать из отходов. Как вариант сувенира в этом городе. Город создает приятное впечатление. Конечно же, вот сейчас мы проходим, мы дальше находимся от центра. Поэтому какое-то более пустое пространство. Что кажется, что нет автомобиля. Но когда спускаешься уже к центру, то там развит общественный транспорт. И все в принципе в порядке. Поэтому мне понравилось действительно здесь. Но, наверное, больше чем пару часов там уже делать нечего. Поэтому просто сегодня сделали такую обзорную. Посмотрели. И уже завтра пойдем в музей современного искусства. Очень много кафешек, куда можно зайти, что-то попробовать. Люди общительные, отзывчивые. Вот так вот мы натолкнулись на классную мастерскую, в которой делают потрясающие кружки. Цена от 120 лир. 170 вместе с тарелочками. Можно без тарелочек. Побольше, наверное, на кружке другая цена. Но женщина в этом месте делает сама. И они действительно потрясающие. Я не выдержала. Купила две кружечки. Они действительно очень классные. Индивидуальные. И для детей в виде слоников или котиков. С какие-то юморные. Или просто, например, с клубничками или гранатами. Вот. Вот весь город выглядит очень действительно так. Компактно расположено. То есть ты приходишь в одну точку и можешь там везде насмотреться, нафотографироваться. Мечеть. Хороший как ориентир, когда приезжаешь в новый город, где можно встречаться, на что ориентироваться. И потом мы пошли попробовать чебуреки. Действительно такое место. Очень популярное. Дешевое. Действительно вышел чек на 12 человек с 620 лир. С учетом того, что одна порция, это 5 чебуреков. Они не жирные. Есть два варианта. Либо с мясом, либо с сыром. Сыр мне особо понравилось, потому что не хватало как будто бы зелени. А с мясом самое то. И порция с 5 чебуреков стоит всего лишь 60 лир. То есть можно наесться прямо всей большой компании с маленьким чеком. Потом мы пошли в парк. Проходили мимо рынка, где вот так вот интересно звонил колокольчик, когда молол кофе. После этого мы приходим уже к реке. И вот здесь есть классная опция, когда можно покататься на гондоле. Людей в области рынка, конечно, многовато, но дальше опять становится их меньше и меньше. Единственное, что меня очень удивило, огромное количество беспилотников, которые летают и местные уже никакого внимания не обращают. А мне было немножко так и по себе. Поэтому мы пришли уже к гондолам и сейчас как раз таки будут пролетать беспилотник. Единственное, что я сделала видео немножко в другом формате, не для ютюба, чтобы словить его просто. Вот, посмотрите. А потом мы уже поплыли на гондоле. Может садиться в лодку 4 человека. За всю лодку платит за 150 лир, то есть примерно 35 лир с человека. Катается, несколько мостов пересекается, потом разворачивает и отправляется назад. Гондолер ради шутки пытается раскачивать лодку, хотя потом сказал, что лодка на самом деле не перевернется. Глубина реки 3,5 метра. Также он делает акценты на скульптуру. Он объяснял смысл осла и шака. Но нам не полностью перевели, поэтому не буду уже рассказывать, потому что, наверное, сама вас просто запутаю. И после этого мы вышли прогуляться, выпить кофе. Например, вот в этой кафешке остановились, попили кофе, там здесь самый вкусный, Монтейн. Вот такая набережная, где есть тир, где можно пострелять. Медленно все расхаживают. Нет особо бродячих собак или котов, как, например, в Стамбуле. Играют музыканты. Вот, и потом уже оттуда, ближе к рынку, есть станция такси, на которой мы добрались назад в отель. Как я уже говорила, стоимость поездки 60 лир, 10 на максимум 15 минут. Вот такие классные домики есть тоже. Когда от центра возвращались в гостиницу, конечно же, здесь водят точно так же, как в Стамбуле. Как хотят, так и водят называется, но не в таком масштабе. Посмотрите вообще, как красиво. Это просто отдых, это тум, это для души и тела. Я искренне рекомендую, потому что, например, сейчас это были такие практики дыхания, где ты просто останавливаешься, замедляешься, потому что мы все в этой гонке, особенно когда живешь, например, в том же Стамбуле, в мегаполисе. Это безумно важно. У нас закончился второй день йоги. Нам выдали вот такие специальные рукавички для скраба. Это очень популярно в Турции. Две масочки для лица, так что сейчас отправляемся заново в спа. Ужин, кто как хочет, либо в ресторане, либо куда-то идти в город. Я думаю, что все останутся уже в ресторане. Зачем куда-то идти? В итоге, потому что послеспа ты не ограничен во времени, да, то есть поэтому лучше потусоваться максимально, потому что последний день, завтра уже будет только практика, и уже сам город спать и сработать до 10 часов вечера. Доброе утро! Сегодняшний третий день начался у нас в 8 часов утра, была йога. С одной стороны, было легче, а с другой стороны, сложнее, потому что чувствовались мышцы определенные, особенно вот межреберные, когда мы делали разные варианты скручивания. Потом у нас был завтрак. Мы позавтракали сейчас, у нас 2 часа отдыха. Каждый может заниматься чем хочет, потому что 12 часов выселения. До этого можно сейчас ходить в спа, попариться, поплавить в бассейн, все что угодно. В 12 часов мы собираемся на ресепшене и идем в город, в музей современного искусства. Потом в 5 часов поезд у нас в Достамбуле, 3 часа. В 8 часов все уже будут в Стамбуле. Вот мы собрались в музей современного искусства. До туда идти где-то минут 20 отеля Тасиго, потому что просто спускаемся вниз в старом городе, проходим совершенно немножко и уже появляемся в музее современного искусства. К сожалению, музейные карты там не действуют. На весь музей можно потратить час плюс-минус со всеми фотографиями, видео. Экспозиция небольшая, но действительно достойная, потому что в Турции современное искусство, наверное, не так престижно и популярно, как в других странах, они более консервативны. Опять же делаю такой вывод только потому, что я была в музее современного искусства в Стамбуле, и он действительно проигрывает вот этому маленькому в общем маленьком городе, так сказать. А вообще наш день заканчивается на этом музее. Дальше мы уже пойдем в кафе. Люди, например, у них была возможность, они выселились с отеля, но еще продолжали, например, тусоваться в спа, в бассейнах. Тут никто не останавливает, потому что там есть раздевалки, где можно переодеться и забрать уже вещи, которые на ресепшене до этого оставлялись, например, потому что после 12 идет уже чек-ап. Также хочу отметить, что ко всем экспонатам идет описание на турецком и на английском языке, поэтому все очень доступно, понятно. А вот после музея мы поднялись ближе к нашему отелю, тоже в горку, через кладбище шли, в одно из мест, где можно вкусно покушать. Вы выбираете там либо мизе, какие-то закусочки вместе с мясом. Куртии достаточно большие, это все недорого, и можно посидеть с приятным видом. Также у них есть столики, где можно посередине самому приготовить, пожарить, все что угодно. Место приятное, тоже для посещения мастик. Это мясо с сыром. Вообще советую приехать в этот город, классная атмосфера. После кафе мы забрали свои вещи из отеля и на поезд, который был в 5 часов. Через 3 часа мы уже были в Стамбуле. Вот такое путешествие выходного дня.